Содержание статьи. Особенности Ripple. Криптовалюты XABREP. Интеграция Ripple в финансовый сектор. Станет ли XABREP массовым платежным средством? Особенности Ripple. Ripple является в своем роде уникальным проектом. Он совершенно не такой, как блокчейн в традиционном представлении. Это децентрализованная база данных, работающая на условиях согласования и проводящая все операции удаленно. Интегрировать протокол Ripple в свою систему может любой банк или другое финансовое учреждение. Система работает не только с криптовалютами, но и с товарами, а также с фиатом. По сути, это инфраструктура для межбанковских операций, способная работать под любым началом. Созданные в сети Ripple транзакции ей можно редактировать или отменить. Скорость транзакций на данный момент является самой высокой среди всех систем и криптовалют – полторы тысячи операций в секунду. Это делает ее привлекательной для финансовых учреждений, осуществляющих трансграничные переводы. Криптовалюта Xebrep. У Ripple есть своя криптовалюта – Xebrep. Примечательно, что в системе платежей может использоваться не только она, но и другие активы. За каждый перевод, совершенный не в Xebrep, со счета списывается комиссия, которая тут же сгорает. Это защищает платформу от дуэс-атак, поскольку делает их невыгодными для хакеров. Также стоит отметить, что разработчики сразу сгенерировали все монеты при запуске проекта Ripple. Всего было выпущено 100 миллиардов монет, что объясняет их невысокую стоимость. Основатели проекта при этом владеют более чем половиной всех токенов. А менее 50% находятся в обороте. Как объясняют в компании, это позволяет держать под контролем инфляцию. В 2017 году Ripple заморозила на своих Искроу-счетах 55 миллиардов монет, по 1 миллиарду на каждом счете. Теперь она ежемесячно размораживает по 1 миллиарду Xebrep, а через каждые 30 дней возвращает на счет условного депонирования те токены, которые не продались. При этом участники сообщества недовольны таким распределением Xebrep, и считают, что их монополизированное хранение является причиной манипуляции ценами. Еще одна особенность монеты Xebrep в том, что ее нельзя майнить. В самой сети Ripple отсутствует алгоритм Proof-of-Work, а количество узлов ограничено. Потому криптовалюту можно либо купить на бирже, либо получить в качестве вознаграждения за участие в научных исследованиях на сайте Ripple Labs, либо использовать так называемые Xebrep-краны, сервисы, на которых можно получить монеты за выполнение простых действий, например, за просмотр рекламы. Интеграция Ripple в финансовый сектор. Согласно данным официального сайта Ripple, систему RippleNet использует более 300 финансовых учреждений в более 40 странах мира. Она позволяет банкам и другим организациям ускорить и удешевить международные транзакции. Трансграничные операции в среднем занимают не более 5 минут, а простые 3-5 секунд. В числе использующих технологию Ripple такие известные участники финансового рынка, как Национальный банк АБ. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.